Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал Cam with Man. Добро пожаловать в очередной влог. Сегодня я закончил съемки для обзора вот этого DJI Osmo Pocket. Очень классная штука, но есть свои минусы, есть свои плюсы. В общем, все будет в обзоре. Когда будет обзор готов, я обязательно об этом скажу. А сейчас мне нужно вернуть этот гаджет в магазин, потому что это не мой гаджет. Мне дали его на обзор. У меня тут вчера возникло желание покататься на роликах. И, блин, у нас есть ролики, так что все совпадает. Вот они, сейчас достану. Я не помню даже, когда последний раз мы катались на роликах. Это пипец когда было. Никогда, мне кажется, это не было уже. Потому что это было очень давно, что из памяти давно выветрилось. Вот, беру ролики и поеду отдавать гаджет как раз. Как вы думаете, какие лучше надеть? Белые или черные? Белые! Вот белые-то твои. Не едет со мной, еду один. Эти ролики катались еще вокруг Омской арены, когда она была жива. Так что, это исторические ролики. Перед тем, как кататься, нужно зарядиться как следует. У нас смузи из черники, шпината, бананов, водички. Чуть-чуть не молока. Чуть-чуть не молока. Поехали. Сижу заряжающей энергией, пускаю слюни в стиме на, например, Resident Evil 2. Хочется какой-нибудь новой игрушки, уже надоели эти PUBG, GTA-шки. Хочется поиграть на прохождение что-нибудь, постримить это дело. Но боюсь, что комп мой не потянет. Хотя, в принципе, по техническим характеристикам игра вроде как должна потянуть. Но здесь вот, например, видюха у меня вот уже постарее будет. И тут не написано, кстати, системные требования видеокарты, сколько памяти, например, у нее должно быть, а не 2 гига. Блин, ну тоже, в принципе, подходит. Но я очкую. Однажды я уже купил Watch Dogs, по-моему, да, как так называлась игра, и которая у меня очень не пошла, прям очень не пошла. Но мне ее вернули обратно, деньги за нее. Хотя можно с этой игрухой так же поступить, в принципе. Я только хотел надеть джинсы уже. Вот они, вот они джинсики-то. И тут слышу, кап-кап-кап. Дождь идет. Этот дождь сегодня обломал нас с поездкой, куда мы хотели, о чем мы вчера вам говорили. Ну, блин, походу в крае сейчас везде будет дождь и сильный ветер. Поэтому, ах, ну в любом случае мне нужно идти Осмо отдавать. Придется под зонтиком, наверное, идти. Ну, на роликах я уже не поеду. Мало того, что я на роликах не сильно-то ловко катаюсь, а еще и в дождь, наверное, это не лучшая идея будет на роликах сейчас. Поэтому на газ пешком два. Я немножко даже расстроился, что не покатаюсь на этих ребятах. Но в любом случае я возьму самокат, потому что пешком я ходить не хочу. Да, погода не самая лучшая для покатушек. Дождь идет, моросит. Я вот весь уже мокрый становлюсь. И очень надеюсь, что на плитке у стадиона не будет скользко этим колесам. А позади меня знаменитая Академия Краснодар. Кайфовая. Короче, ребят, вообще отлично. Ни вправо, ни влево пытаюсь. Вот, вообще не скользит. Круто, не упаду. Еду такой и думаю, нифига, так классно. Вот эти вот крылья так офигенско работают, ничего не забрызгивает. В магазин зашел, снял рюкзак. А он у меня просто весь в мелкой грязи. Я еще не знаю, что у меня с курткой и джинсами. Не смотрел даже. Сейчас дома посмотрю. По-моему, там жопа. Ну, в смысле, сзади жопа и жопа в грязи, скорее всего. Это какой-то парадокс, но рюкзак засран. Куртка чистая, джинсы тоже чистые. Как так, не знаю. Мы сегодня объявили день ничего не делания. Просто, просто чилим, просто торчим дома. Погода дерьмо, путешествовать куда-то дерьмово. Ибо, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому торчим дома. И я лично начинаю стрим. Зажужжал. Это другой кулер, не на блоке питания. Смотрите. Раз. Надо его смазать. У меня все готово для стрима. Или у меня опять дилемма, куда стримить? На Twitch или же на Жираф ТВ? Да, не знаю. Ладно, может быть и на Жираф. Короче, смотрите, что Алиса приготовила. Это макароны. Макароны по-плоски. Вот так вот. Первый раз получился. Это фарш. 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 Пахнет офигенно. Обалденно просто. Пока эмоции не прошли, решил записать для влога. Играю в папки. Я два раза пытался запустить трансляцию на Жираф ТВ. Оба раза ужасные лаги были. Сейчас запустился на Twitch. Тоже с лагами. Потом еще раз перезапустился. Более-менее идет. Ну, ужасная картинка. Все тормозит. Я не могу понять. То ли это интернет. Вообще, последнюю неделю YouTube ужасно тупил. Ну, и Chrome при этом. То есть, все Google сервера и сервисы, все просто умирали. Может быть, с этим связано. Я не знаю. Ну, короче, я как-то пытаюсь сыграть. Если что, в любом случае, у меня сегодня есть мысль поговорить с вами в Инстаграме. Потому что вопросы задавали. И там есть возможность теперь, по-моему, в прямом эфире отвечать на вопросы. И, скорее всего, я это сделаю сегодня. Постараюсь, по крайней мере. Либо так, либо буду фотками отвечать. Не знаю. Ну, короче, трансляция, к сожалению, что-то с ней и так. У меня не получилось застримить ни на Жираф ТВ, ни на Твиче нормально. Но зато получилось поотвечать на ваши вопросы вот здесь вот в Инстаграме. Вон они вы, в Инсте. Я отвечал на все самые интересные вопросы. И не на самые интересные. В общем, на всякие поотвечал. Сейчас буду опубликовывать влог. И нам пора что-нибудь качать на вечер. Готовить какую-нибудь вкусняшку. И отправляться уже к телевизору. Сегодня мы будем смотреть по вашим рекомендациям фильм неуязвимый. 2000-го года. Неуязвимый. Фильм неуязвимый. Это, вроде как, оказывается, первый фильм из нынешней трилогии, получается. Неуязвимый. Потом Сплит и Стекло, на которые мы недавно ходили. Сплит мы тоже ходили на него тогда, на премьеру. Стекло вот недавно были. Оказывается, надо было еще и неуязвимый посмотреть. Потому что там Samuel L. Jackson и там же Брюс Уиллис. И там зарождается история, которая вот как раз-таки в стекле потом продолжается. У нас сейчас на перекус апельсины, яблоки. Заряжается телефон. Ноутбук стоит. Компьютер стоит. Гитары висят. А Гороша лежит. О, Гороша бежит. Че сразу кусаешься? Сидеть. Сидеть. Сидеть, Горош. Сидеть. Сидеть. Ко мне. Я ничего не делаю. Ага, так... Че ты меня зовешь-то? Ну, а че я тебе могу дать? Кусочек яблока откусного. Сидеть. На. Пошел, руки мои. Это после прогулки. Горош, с тобой все в порядке? Все нормально? Такая балда, а? Веки! Где лиса? Ищи лису! Ищи лису! Ищи! Где лиса? Немножко о фильме неуязвимый. Мы его почему-то пропустили тогда, в 2000-м, когда он вышел, видимо, прокат не показывал или что, или на кассетах он еще не выходил. Фильм классный. Фильм классный. Сразу чувствуется, что это действительно того времени фильм. И вообще, знаете, такой, думаешь, блин, 2000-е, так это же вот, блин, это свежий фильм. Свежий? 19 лет назад. Ммм, не такой уж и свежий. Очень классный фильмец. Мне понравился. Алиси тоже. И прикол получился, что спустя 19 лет они собрали практически весь актерский состав. И Брюс Уиллис, и этот, господи, который сын его играл, и женщина, которая играла мать чувака. Блин, как его... А? Да, Сэмуэль Эл Джексон, вот. Он и актерица, которая мать его играла, тоже ее состарили в последнем фильме, в стекло, в фильм «Стекло». Вот. Единственное, что сплит выпадает, вот промежуточный фильм, его уже прилепили к третьей части. По идее, он как бы не связан с той частью, с неуязвимым. Но вообще прикольно. То есть, история неуязвимый, история сплит, история стекло. Ну, то есть, три части, три названия, три псевдонима, грубо говоря, этих супергероев. Очень интересно. Это совсем не похоже ни на DC, ни на Марвел. Вот это мне нравится. Это мне нравится именно такой формат. Было бы классно, если бы они бы продолжили. Ну, судя по всему, они, скорее всего, продолжили. Спасибо, друзья, что досмотрели этот наш воскресенско-уютный домашний влог до конца. Жмите большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Может быть, давайте фильм обсудим. Кто смотрел все три части, пишите, что вы о них думаете. И давайте напишем, кто там за комиксы DC, кто за Марвел. А кто вот за этот формат? Давайте. Кто не подписался, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok